Ну, тема ДМШ по отношению ко мне, да? Вот какое бы я себе представляла своё детство, если бы я сама его себе могла подготовить, да? Что бы я сделала так, чтобы в моём ДМШ было всё для меня, как я хочу? Я бы, конечно, убрала все лишние для меня предметы. Я бы оставила только специальность и только сальфеджио. Причём, знаете, по специальности у меня педагоги были очень неплохие, я ими довольна. Единственное, что я бы не убрала все замены педагогов, то есть в те времена, когда они болели, лучше бы просто шла бы домашка. Приходить к новому педагогу, и непонятно вообще, что он мне скажет, мне это никогда не нравилось. То есть замены я не присутствую ни для себя, как в плане ученика, ни в плане как учителя. Никаких замен. Это как и жена. Какая может быть замена жены? Я уехала, что надо кого-то подстилать моему мужу. Только я и только ребёнок. Вот именно такой доверительный подход должен быть между учеником и учителем. Я бы оставила сальфеджио, но сальфеджио было бы талантливым. Талантливым, то есть просто такое влюблённое в урок создания учителя и диктанта и что-то такое. Но это какой-то вот, я бы даже сказала, соперник специальности. Вот такой потрясающий урок по сальфеджио. Я бы наверняка вела урок композиции, потому что ну как можно писать сальфеджио и не писать во время какие-то маленькие композиции. Мне кажется, композиции дети очень любят. Они как раз и понимают больше, что такое специальности и сальфеджио, если бы они сочиняли. То есть я бы вела урок композиции. Опять же, может быть, с каким-то молодым педагогом, связанным, может быть, с аранжировками, с какими-то компьютерными программами, с какими-то мультяшными героями. Чтобы это просто выходило сразу в жизнь. Вот сразу на тикток, сразу там вот что-то такое. В наши времена, конечно, не было тиктока, но были какие-то штучки, которые можно было тут же внедрить в жизнь. Какие-то, может быть, самоиздательства. Можно было какие-нибудь свои рисовать рисунки, туда вставлять наши небольшие нотки. Сказать, это будет сборник для начинающих, для трёхлеток, для четырёхлеток, для шестилеток. Дальше. Я бы, наверное, до старших классов вообще не было никакой мусоритературы. Мне абсолютно было по барабану, было ли у Бетховена лицо, были ли у него симфонии, были ли у него какие-то опера, фиделию. Мне это вообще безразлично было. Никакого хора я не хотела. Я не хотела петь, я не хотела ходить на ритм, мне это всё не надо было. Вот. Дальше. Что касается самих уроков по специальности, меня не научились считать до шестого класса или до пятого. Я считаю, я всё как бы на слух ловила очень быстро, вот то же самое, как вот Алфред, он сказал, я не хочу считать, я и так всё слышу. Он не слышит, он просто повторяет, как мартышка за тем, что он слышал. Для этого, для того, чтобы ему сыграть, ему нужно услышать. То же самое и у меня было. Так неправильно. Я не смогла бы сыграть никогда Мэтнера, да, или там Бетховена, если бы я не слушала каждый такт. Я хочу, то есть у меня в школе не научились считать до шестого класса. У меня не было, мне может поставили руку, но я не могла играть быстро. То есть у меня не было техники вообще, никакой. Для меня это было уже комплексно, полноценно, что все как-то там уже что-то играют, а я не могу никак черни сыграть. Вот, то есть я бы ввела обязательные гаммы, не под тех минимум, а постоянные гаммы, чтобы я их любила. И арпеджи, и уменьшенные арпеджи, и доминантовые, и какие угодно, расходящиеся, хроматические. Я бы ввела ганоны, где уже 8 лет должно было быть просто 20 минут в день, только вот одного этого количества гамм для разыгрывания. Метроном, разумеется, метроном, чтобы это как-то было видно, что мой рост. Вот, и я думаю, что было бы здорово, что если было бы какое-то количество, я не знаю, конкурсов, но не такого масштаба, как там Ван Клиберн и что-то такое. Вот как вот сейчас идут конкурсы, их множество, в наше время их не было, и у меня какой-то комплекс остался, что я не могу играть на конкурсах. Может быть, было бы больше, я бы очень любила играть, может быть, всякими другими детьми, дуэтами, трио, квартитетами. Я бы очень хотела ввести предмет джаза. Джаз. Джаз – это, конечно, импровизация, огромное количество теории. Я не знаю, наверное, даже больше страсти, чем к Моцарту и Баху, потому что джаз – это реально, это космос, это просто космос. Особенно, если ты играешь в джаз-бэнди, ну, это популярность, сразу появляется стимул занятиям, появляется самоуважение, не знаю, уверенность в себе. Это очень здорово, потому что музыка может дать как уверенность в себе, так и забрать уверенность от тебя. Вот. И, наверное, я бы сказала, я бы не хотела ходить в музыкальную школу, я бы вот это вот, то, что я перечислила, я бы хотела брать участников. Если бы были какие-то частные занятия, раз в неделю каждого предмета, и моя мама как-то это организовывала, это было бы лучше. Сама поездка вот туда МШ, это бы занимало очень много времени, и помню эту грязь под ногами, и переобувку, и вообще вот это все. Я голодная, я приезжаю, не знаю, стою в перерыве, бабушка какой-то там, блинчики мне привозит. Лучше все делать дома. Я помню, я очень любила свой инструмент, и мне нравилось именно, как я звучу на своем инструменте. Мне кажется, чем ближе пианиц к своему инструменту, тем лучше. То, что садится, когда чужие инструменты, все время какая-то не так звучит. То есть ты вроде как понимаешь, но техника тут же портится, верхи вылетают, педали как-то скрипит, ну, в общем, не то. Когда привыкаешь к своему инструменту, ты его как котенка кладешь, это твой котенок. К чужому человеку кошка не подойдет. Вот эти вот вещи, конечно, бы я хотела. Это все упущено. Джаза у меня нету, композиции у меня нету. Любви к сцене нету, уверенность появилась годы спустя. И то я бы сказала, что она прям появилась. Так вот, как бы есть, так скажем. То, что случилось со мной, то, как я стала пианистом и педагогом, это случилось не благодаря ДМШ, а вопреки ДМШ. Это какой-то, вот я как, знаете, как поплавок, меня вот внутрь засунешь, а я вверх. Меня опять пихает, а я вверх. Вот я постоянно иду вверх. Это жажда дойти до конца. И я учу этим своих детей. Но не все такие. Есть, которые ломаются, и мы их никогда не узнаем. Они просто перешли в другой филд, и все. И, возможно, и в другом филде у них тоже до конца не получилось. Потому что, когда что-то ломается, то он уже не такой сильный, дальше идет. Но мне кажется, музыка, даже если мы не станем музыкантами, может дать именно мотор. Мотор, который поможет стать им химиками, инженерами, разработчиками Теслы. Мы можем быть мотором. И мы можем также перекрыть этот кислород. Это же душа человека. Музыка, это же душа.